Всем привет! На самом позитивном канале Физрук Паплища. Ну вы поняли, да? И не надо писать, что жрать надо меньше. Я сама знаю. Я думала, наша трапеза на сегодня окончена, но оказывается нет. Два колобка снова выкатились из-за стола и покатились в сторону Средиземного моря. И да, морюшко сегодня более-менее спокойное и можно будет немножко поплавать. Чудеснейшим образом мы с морей не паркировались на балкон нашего отеля. Ну что, два колобка катаются по определенной траектории с пляжа на отмен завтрака на пляж. Два колобочка нажрались и выкатились из-за стола. Но катятся они не в сторону пляжа, а в сторону смотровой Айлафа-Ланья. Ну в общем, никак нам не удается пройти мимо Аланиум-центра и мы не пойдем ни в Вайкики, ни в Мави, ни в Дефакто. Никуда мы не пойдем. Мы за водой пойдем, потому что забыли набрать воды. Мы зашли в магазин, где есть матрас, на котором я хочу поспать. Кстати, сразу по поводу алкоголя. Вот, походу вам еще тут. Это у нас колбасная продукция. Что-то тут какие-то вкусняшки. И сыры у них тоже недорогие. И посмотрите. Молоко. Смотрите. 15 дней, 60 рублей. Надеюсь, что обзорчик кому-нибудь будет полезный. Если интересно, то это вот так называется магазин. Не знаю. Находится в Аланиум-центре. Там же где Вайкики, там же где вот и все-все-все. Это самый, наверное, такой крупный торговый центр в Алании. Рядом находится магазин де-факто, но мы туда заходить сегодня не будем. Может быть, как-нибудь на днях мы туда зайдем, посмотрим. Но точно не сейчас, потому что я уверена, если мы зайдем туда, то мы до смотровой Алании точно не дойдем. Мы делаем уже третью или четвертую попытку. И все это получается, идешь мимо этих магазинов, и стоит только зайти за чем-нибудь, чисто посмотреть. И все, и ты пропал. Все, на два часа как минимум. Так что идем на смотровую. Дорога у нас вот по такому живописному райончику идет. Я думала, тут прям какой-то частный сектор. Но пока нет, пока тут все прилично, дома. Живут местные, по всей видимости. Ничего, так все культурно. Дорога у нас идет в горку. Здесь набор порядка 300 метров вроде как должен быть. Но это как у нас на столбы. Тоже 6 километров. И на них 300 метров набора. То есть примерно так же будет. Там, наверное, все круче и круче. Потому что смотровая находится на горе. Прикольно здесь по улочкам. Мы с Палычем вообще любим так где-нибудь заблудиться, потеряться. А потом выблудиться, да, Палыч? Выблудиться. Но здесь пока блудить негде. Ой, как красиво. Единственное, тут машины гоняют. Надо прям очень внимательно. Вот, смотрите, тут цех какой-то. Домики такие. Походу скоро все-таки начнется частный сестер. Чем выше в горы, тем меньше машин. И тем больше вот таких вот уютных турецких домиков. Интересно. Я работнику цеха помахал. По мне тоже лыгнулся и помахал. Ну вот. Я и говорю, что в Турции все доброжелательные. Так что не переживайте, приезжайте. Все здороваются. Прям душевно здесь. Русских любят так же, как и раньше. Не бойтесь есть. Много очень отыкающих с детьми. Так любят, что особенно это. Вчера на рынке. Русский! Я говорю, русский. Денег давай, денег. Денег надо. Мне нужны деньги. Ну, они так шутят. Ты почему ничего не купил? Ой, плохо. Они как бы научились от нас таким шуткам. Иногда таким жестким. Так, пошел наборчик. И нам где-то вот в те горы и еще туда. Больше всего я боюсь, когда хожу вот по таким улочкам. Ну, не по таким, а особенно где частный сектор собак. Вот я прям боюсь собак. Вот это для меня. Если я ее встречу, бродячую собаку какую-нибудь или там на цепи где-нибудь, мне кажется, я умру донести сразу. Что могу сказать? Мы проворонили свой поворот, пока я тут болтала, как обычно. Я даже не удивлен. И он нам не перестраивает назад. О, видите, как зелено красиво построено. Да, смотрите. Ой, красиво. Вот, перестроил. Теперь какими-то вообще огородами ведет. Здесь в чем проблема? На очень много тупиковых улиц. Вот. Поэтому, короче, мы походу заблудимся и выбудемся. По-моему, вон там эти буквы. Но это не точно. Может, я дезинформирую вас сейчас, потому что мне отсюда плохо видно. Но там какие-то флаги, какая-то надпись. Здесь тоже должна быть еще какая-то смотровая площадка и не одна. Ну, куда-нибудь придем. Посмотрите, как все зелено во дворах. Красота. Я давно хотел купить себе квартиру в Турции. И, наконец, сбылась моя мечта. Мы приобрели элитное жилье в Турции. Спасибо вам. Попокажи. А, вот это? Я думала, вот это. Не-не, посмотри, как шикарно. Рядом с трассой. Воздух. Всегда можно выйти на автобусную остановку. Бесплатная парковка. В общем, здесь это бездомные тоже есть. Видите? Хотя, вот, как бы, район такой незаброшенный. Там нигде-то не окраина. Большая магистраль какая-то идет. Улица. Что, будем жить в Турции? Не, не в таком же не я. Я хочу вот в такой квартире. С таким зеленым двором. 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 Короче, чтобы по дворе у меня было зелено. Ну и стоимость бензина в Турции, раз уж мы тут по пути идем, 30 лир. А газ 11,91. Ну это прям 30 лир, это самый дорогой. 95,27,77. Дизель подороже. Ну, так же, как у нас, в принципе. Так, нам теперь надо куда-то спуститься. Здесь какой-то должен быть подземный переход где-то. Вот, в общем-то, такими огородами получается. И мы с Палычем бродим. Да, это вот эта смотровая, на которую мы должны сейчас попасть. Вы представляете, нам столько забирать было. А мы вот оттуда пришли, со стороны моря. Тут уже как бы такой наборчик есть небольшой. Но там прям, короче, ползти походу. В гору придется. Какой-то серпантинчик там. Двигать не надо. Наш навигатор нас пожалел и перестроил маршрут по такой магистрали, где, ну, дорога. И, видимо, будет не шибко круто туда подниматься. Вот башни мечети как раз вот. Красивые у них мечети. Быти всякие. Супер, или как это там, мотобайки. А что тут такое, это я не знаю. Нам надо было перейти вон ту дорогу. И вот это вот единственное решение возможное. Ну да, хорошо, что тут хоть машин немного. А то что-то как-то это. Не очень я люблю такие туннели всякие. Короче, если вы пойдете по картам МАПСМИ, то будьте готовы, что вас они поведут вот такими вот огородами. Надеюсь, что в час пик здесь движение такое же. Но судя по тому, что эта дорога такая широкая, то, наверное, нет. И нам куда-то дальше туда. Я так понимаю, что все самое интересное сейчас только начинается. Я уже мокрая вся насквозь. Не забудьте с собой взять воду обязательно. Потому что, ну я не знаю, здесь есть где-то вода или нет. Вот видите, где мы идем. Да, и желательно все-таки на машине или на автобусе. Потому что уже сейчас тяжело. Особенно по жаре. Но, даже не знаю. Короче, я уже устала. Я не знаю, знали ли карты МАПСМИ, что здесь вот такой ремонт проходит. Или они тупо решили над нами пошутить. Но надеюсь, что там нет тупика. Потому что возвращаться у меня что-то нет особого желания. Но что-то мне подсказывает, что там дорога заканчивается. Вот такая здесь живописная трасса. Не ходите, пожалуйста, по картам, которые вас пешеходный маршрут выстраивают. Лучше выстроите какой-нибудь автомобильный и по нему идите. Ну, потому что здесь, особенно если вечером, здесь даже освещения нет. Никакого. Ну, зато вы не посмотрите апельсиновые деревья. И рядом еще какое-то домики местные. Я думаю, что интересное, здесь практически нет народа. Да не практически, а вообще нет. Вообще нет. Это сейчас днем, 2 часа дня. А вечером? А мне очень интересно, как мы туда заберемся. Вот здесь нет никакой дороги. Мало того, что нет народа. А тропинка-то, наверное, есть? Не знаю. Я по тропинке не пойду. Я боюсь высоты. А в пастриденец. Короче, не знаю, ребята. Но если он нас поведет по этой тропинке, я буду искать маршрут где-то по дороге. Я буду где-то искать выход. Я буду где-то искать выход. Люди живут? Да. Где-то даже петухи кукарекают. Значит, стопудово есть собаки где-то еще, которых я боюсь. Ну что, мы уже прилично поднялись. Вон оттуда снизу. Вот. И нам вот туда. Сейчас думаю пойти по дороге. Может она, ну, судя по карте, куда-то должна к этой надписи все-таки вывезти нас. Потому что туда я прямо вот прям по тропинкам лесным точно не полезу. А почему не полезу? Потому что там могут быть змеи, которых я тоже боюсь. Ну и желательно, вот видите, я вся мокрая, взять с собой какую-то сменную одежду. Какое-нибудь полотенце, чтобы вытирать пот. Потому что, ну, это капец. Она просто жирная, поэтому и потеет. Жира в горку. Жирная, жирная. Идем уже 4 километра. И все время вот так в горку. Ну вот там будет, видимо, самая крутая гора. Мы вам расскажем. Сейчас я посмотрю, как меня навигатор поведет. Я так понимаю, мы двигаемся в правильном направлении. Потому что туда идут и машины, и такси. И вообще здесь все так зелененько, красиво, расчищено. Но плохо, что нет тротуара. Ну, понятно, что только такие два дебила, как мы. Ну, и еще, наверное, кто-нибудь из вас такие же. Ну, в хорошем смысле этого слова. Где любят, кто любит вот так походить, посмотреть. Выбираю день пожарченый. Цикады. Да, самый жаркий день выбрать. Самый солнцепёк, самую жару в 2 часа дня. Попереться в горы. По жаре, где вообще невозможно спрятаться от солнца. Не взять с собой воды. Поэтому зайти по пути в магазин. Никакой сменной одежды. Поэтому я вся мокрая. Зато мы магаз показали. Ну да. Ой, еще чуть-чуть. И мы будем вон там. Вот нам как раз вот этот кафе и надо. Терраска, кафе, ресторан. Ну, мы в само кафе не пойдем. Но оно находится рядом с этой смотровой. Фу. Давно ты. Давно я в горки не ходила. Аккуратно, Сережа. Нам надо на ту сторону перейти. В общем, если вы пойдете, вечером не ходите по этой дороге. Едите где-нибудь с центра. Как автобус едет. Вот по самой центральной улице. А вот по этим вот не шерохайтесь. Потому что... Ну, потому что не знаю. Тут темно. Днем-то не очень комфортно. Ну, а вечером вообще будет, наверное, страшновато. Для самых экстремалов. Вот дорожка. Тропинки здесь никакой нет тротуара. Там обрыв. Поэтому надо двигаться очень аккуратно. И посмотрите, какие виды здесь открываются. Это мы еще не дошли. Банановые деревья, смотрите, выращивают. Как у нас картошку, так они бананы выращивают. Апельсины растут. Кактусы. Это я не знаю, что такое. Какие-то ягоды. Сливы, что ли? Там какие-то ягоды. Сереж, отойди с дороги. Тут машины гоняют. Там вообще-то из-за поворота сейчас выскочит кто-нибудь. Надо определенно сделать фоточку. Вот так вот живут местные жители. Красивые сады такие. И в горах получается. Вон Аланийская крепость. Аланийский маяк белый, где мы на днях бегали. И вот она сама Алания. А живем мы где-то вот там в районе оба. Вообще, конечно, если бы мы сюда не поперлись, то не увидели бы, как живут местные жители. Вы там видели, дома какие? А здесь, смотрите, там бассейн есть, теннисный корт. Вообще, шикардосная вилла. В общем, как это? Золото и нищета. Ой. Но ходить тут надо очень аккуратно. Там тоже домики такие хорошенькие. Но это прям вилла крутая. Там прям басик такой. Там все под камерами. А вот копия красной башни. Ой, лимоны, смотрите, лимоны растут. Копия красной башни. Теплица какая-то полуразрушенная. С банановыми деревьями. Ну, мы уже практически на месте. Осталось совсем чуть-чуть. Ну, и здесь тоже есть какие-то заброшенные дачи, дома, по всей видимости. Вот, видите, колючая проволока даже. Все серьезно. Но виды, конечно, потрясающие. Просто супер. И если вы, так же, как и мы, попрютесь в такую жару, обязательно солнцезащитным кремом намажьте. Или одежда какая-то должна быть закрытая. Потому что здесь печет просто невыносимо. Ну, а вообще эта дорога для пешеходов не предназначена. Здесь только машины, мотобайки ездят. Используйте защитный крем от палочек. Он спасет вас в любых жару и непогода. Вот она, надпись. Я уже ее вижу. И вы видите. О, крутяк. Да, ты за нее забрался? Чуть-чуть осталось. Здесь есть автобусная остановка. Скорее всего, это маршрут номер 8. Который идет вот до этой надписи. Ну, а мы пешеходом, как обычно. Короче, с пешеходом здесь только мы с палочек. Но машин едет очень много. В общем, вы понимаете, что в то самое время, когда все нормальные люди лежат вот там на пляже, купаются в море, загорают, плавают, то ненормальные блогеры в поисках контента по жаре... Ну, неужели лайк не заслужили, а? Подпишитесь на канал, поставьте лайк, жмите в колокол. Все для вас. Сейчас доберемся и сделаю нарезочку. Вот тут по пути еще один ресторанчик. Но там есть, на самой вершине, где-то какой-то суперский ресторан с панорамным видом. Стройка идет даже. Ничего себе тут на такой-то высоте. Вот она, Аланье. В общем-то, за все время, пока мы идем, мы не встретили ни одного человека здесь, идущего пешком. Вообще ни одного. Или мы просто, может, с такой же родни поперлись, или, может, здесь вообще не принято ходить пешком. Но это, в принципе, все в пешей доступности. Если вы живете в центре Аланье еще ближе, мы идем из района Оба, это Фригород-Аланье. Оба. Оба. Оба, на. Еще чуть-чуть. Посмотрите. 5,44. Да. Все это в горку. Мы решили зайти вот сюда. Пройти вот по этой дорожке. Не знаю, куда она приведет. Но надеюсь, что где-то вот здесь должна быть какой-то зеленый парк. Возможно, даже вот здесь. Потому что тут что-то серпантины такие непонятные. Развилок очень много. И так уже идем, знаем, что нам вот куда-то в ту сторону. Ну, вроде как. Чуть-чуть временами сбиваемся с курса, но потом поправляемся. Если бы не Надюха, я бы уйдю. Еще не зубу заблудить. Дальше море бы не ушел. И то заблудиться бы умереть. Ну да, у нас даже из отеля выходишь, и там развилка. Он стоит на развилке 5 дорог. И все они идут в разные стороны. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А мы правильно идем? Что нам говорят карты МАПСМИ? Ну, как будто бы что-то, да. Но тут непонятно. Посмотрим, если что, спустимся. Мы идем по такой дороге, я даже не знаю, правильно ли мы идем. Спускаться по ней, конечно, будет же скачь. Тут все заброшено. Если там нет выхода, то это котец. Ну, зато потрясные виды. Чувствую, что мы уже на пути у цели. Вроде как там есть дорожка. Нам вот туда, вот в этот парке, там где-то буквы. Слышу людей. И посмотрите, какие уже здесь потрясающие виды. Я не могу оставить вас без потрясающей нарезки. Здесь стекол капец по дороге. Я надеюсь, что нарезочка вам понравилась. Но если вы соберетесь идти сюда, здесь просто кидают бутылки, видимо, сверху. Наверное, какая-то традиция. Типа на счастье. Короче, главное, чтобы на голову не прилетела какая-нибудь бутылка. Вот оттуда с парка. Потому что здесь стекла где-то капец, да. Аккуратно, да, идите. Аккуратно, под ноги смотрите. Вообще. А то можно ведь засмотреться такой красотой. В тапках не советую ходить. Да, обязательно кроссовки. И прямо аккуратно. Но это в том случае, если вы такие же немножко дебильненькие, как мы с Павловичем. И третесь сюда пешком. Ну что, мы уже практически на месте. Вот они, вот они эти заветные буквы. I love Alania. Походим по парку здесь. Где-нибудь посидим в теньке на лавочке. А потом уже выдвинемся туда, на самый верх. Красиво здесь цикады поют. И вид потрясающий. Фото, видео, это вообще ничего не передает. Это надо быть здесь. И молча слушать. И Павлович, когда перестанет кашлять, вообще будет замечательно. Я же сказала молча, блядь. Вот такой вот здесь парк, скамеечки. Там вот даже столики. Шашлычок кто-то жарит. Там мангалы. И это не кафе, что ли? Или кафе? Пойдемте посмотрим. Ну да, кстати, вот раковины. Можно прийти пожарить шашлычок. С собой принести. Прикольно. Умыться. Я смотрю, у них вообще много таких беседок. И принято прямо приходить сюда и жарить шашлычки. Овощи на гриле там. Компания жарит молодых людей. Здесь смотрите, какие скамейки. Доезжаешь сюда на машине. И все. И пожалуйста, вот тебе пикник с видом на море. И это все абсолютно бесплатно. Бесплатно. Представляете? Бесплатно. Супер, да, Палыч? Так здесь прикольно. Турки переезжают и жарят шашлыки. И пьют водку. Вон сзади меня я видела. Мангалы глифики. Так что они бухают. Мангалы глифики. Да. Вот на таких вот штучках. Костер сжигает. Ну классно. Смотри, людям можно пожарить шашлыки. Есть специально отведенные места. Бесплатные. И никто их не штрафует. На 40 тысяч рублей, как в Красноярске, за разведение костров. Так, а как нам туда добраться, пока непонятно. Но в принципе я уже довольна то, что видела. Сереж, а мы там все равно не сфотографируемся у этих букв. Самый вид-то вот здесь. Почему? Почему? Ну иди, а я тебе снизу буду фотать. Потому что они очень большие. Ой, Палыч, куда-то поперся вообще. Наверное, туда надо. Сереж, ты по короткой дороге пошел? К змеям поближе? Нет, пойдемте все-таки. Как нормальные люди по лесенкам. В общем, дорога до букв, конечно, хоть они и лесенки, но крутые. Спускаться будет. Вот если мокрая погода дождливая, вообще даже не ходите сюда. Освещения здесь нет. Ходите, ходите. Но я думаю, что они ведут туда все-таки. Я, конечно, не знаю, зачем нам именно к этой надписи, потому что все возможные фотки, они вот там снизу делаются. А у нас не будет такой фотки? У нас будет прямо. У нас прям вообще фотки не будет. Мы просто туда дойдем, да. И все. И загадаем желание. Желание. И вы загадаете желание, и оно обязательно сбудется. Ну что, мы зря сюда тащились. А вот и тот ресторан с панорамным видом, ради которого сюда все едут. Ну, а мы тащимся по каким-то заброшенным дорогам. Назад мы пойдем, видимо, как все нормальные люди, по асфальту. Потому что больше я такого не вынесу. Вон они, буковки. Надо к ним пройти. Да, наверное, тут все закрыто, я думаю. Вот я вижу зиплайн, видите. 100 метров налево можно, видимо, есть такая услуга, спуститься. На парашюте. Нет, на зиплайне. Я подойду сейчас, посмотрю. Я туда. А Палыч поближе к буквам, если там открыты. Потому что тут что-то все как-то перекрыто. Если кто желает, вот телефончик. У них есть инстаграм, что-то ватсап, по-моему. Вот. Вот туда, по этой дорожке. Ага, вот они. Думаю, если загуглить, то все данные будут видны на картах. Зиплайн. Как раз где буквы I love Alanya. Извините, я вся мокрая, я уже умыться успела там в кранчике. Но это мало помогает на самом деле. Палыч куда-то назад идет. Он понял, что все самые красивые фотки делаются снизу, а не на буквах. Ну что, там есть проход? Тупик. Тупик. Ну все, к буквам, к самим мы, к сожалению, подойти не сможем. Нету, да, там проход? Да. А, поэтому желание, к сожалению, загадываем прямо здесь. Будут фотки, как у всех. Поэтому будут фотки, просто не будет фотки. Все где-нибудь снизу там. Просто будут фотки, как у всех. А как мы там сфотаемся снизу, если мы пойдем по другой дороге? Нет, мы пойдем по этой дороге. Нет, тут спускаться вообще же скач. На зиплайне, может, спустимся? Там высота вообще нормальная. Ну пойдем там, посмотрим ресторанчик, да все еще. В теньке постоим, охладимся чуть-чуть. Фух, на самом деле дорога не из легких. Поэтому будьте к этому готовы. Лучше, наверное, с утра по холодку. Хотя здесь холодок, это понятие относительное. Лучше сюда идти в другое время года, не летом. Зимой, весной, наверное. Но не летом. Так. Вот тут надо сделать. А как мы будем делать? Ну спустимся. Сейчас что-нибудь придумаем. Ну, в общем, Палыч решил спуститься по этой же дороге, по которой мы поднимались. Но это капец, я не знаю. Подниматься намного легче. Спускаться всегда тяжелее. Тем более по такой раздолбанной каменной дороге. Но он очень хочет попасть вот к тем буквам. Сказал, там есть какая-то тропинка. А ты не хочешь? Сейчас будем искать. Да мне достаточно и того, что я там пофоткаюсь и все. Да нет. Ну вот, нарезочку уже вам делать не буду, потому что, в принципе, уже делала. Виды здесь потрясные. На всю Аланию. И даже дальше. Красивенько тут. Душевненько как-то, да? Цикады. Змеи наверняка. Да не наверняка, а сто процентов. Потому что здесь скалы. Прям как у нас в Сибири на столбах. Да, Палыч? Пользуясь случаем, приглашаю всех посетить Красноярск. Великолепный город с великолепным скальным заповедником. Столбы Красноярские. Не пожалеете точно. Единственная проблема. У нас практически всегда холодно. Поэтому, если вы такие же, как мы, теплолюбивые, то, возможно... Ой, котейка какой. В тенечке прятался. То, возможно, вы и не оцените всей прелести природы, а будете просто хотеть и мерзнуть. Да не будут мерзнуть. Так выглядит вот там копья. Ну, у нас бывает и вообще жарко. У нас по-разному бывает. У нас погода меняется по 10 раз на дню. Я миллион раз говорю, что надо вниз купальник, сверху дождевик, с собой пуховик. Да-да, потому что не знаешь, что тебя ждет через 15 минут времени буквально. Вот такой живописный вид у нас тут открывается. А я ненадолго прекращаю наше вещание. Через секунду мы с вами увидимся уже у надписи. Я надеюсь, мы до нее дойдем. I love Pattaya. Ой, Pattaya. Оговорочка, оговорочка. Аланья. Ну, я думаю, до надписи Pattaya мы тоже как-нибудь доберемся. Ну, когда Палыч свои проблемы с паспортом решит и логистика более-менее наладится. В общем, до надписи мы так и не добрались. Ну, туда как вузались-то нереально. Но идем по каким-то дорогам. Палыч меня ведет к змеям поближе. Змея к змее, да, как ты говоришь. В свою стихию. Я бы зашел, Надюха меня не пускает. Ну, да, туда по скалам, куда карабкаться. Поэтому вот это крайняя точка нашего сегодняшнего путешествия. Но это не конец этого видео. Нас же ждет еще дорога назад. Она будет тоже полна приключений, скорее всего. Да, здесь, конечно, очень красиво. В плане видов это просто шикарно. И вот я не знаю, как называется эта вершина. Она не дает мне покоя. Сереж, что это за вершина? Я таких высоких гор никогда не видела. Не знаю, она прямо огромная. Она прямо выше облаков, посмотрите. Это вообще, это, наверное, 5000 над уровнем моря точно. Самое главное, дорога вообще не кончается. Ну, а походу сейчас вон там спустимся какими-то огородами. И как раз к той горе выйдем. Через все вот эти кишлаки. Но место здесь востребованное. Потому что куча стекла, бутылок. Шашлыки тут жарят. Вон, видите, мусор. Тьма. Ну, если не замечать весь этот мусор, то это просто потрясающе. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, перед тем, как сходить сфотаться с надписью, смотрите, сколько у нас воды осталось. А Палыч говорил, нам хватит, хватит. Давай покупать не будем. Они же и так все мокрые. В тенечке вот здесь отдохнуть на скамеечках. Вообще, посмотрите, какая красотища. Это первые прохожие, которые нам попали здесь. Фух, красота. Субтитры сделал DimaTorzok